В красном углу ринга претендент на пояс, боксеру 24 года, на профессиональном ринге 15 поединков, 9 побед, 2 ничьи, из Мексики, Луис Мануэль Масикс! В синем углу ринга представитель промоутерской компании Union Boxing Promotion, не знающий поражений на профессиональном ринге, ему 29 лет, 14 поединков на профессиональном ринге, во всех одержал победы, 10 побед нокаутом, из города Днепр, Украина, действующий обладатель пояса WBA. Континентал, Артем Далакя! Континентал, Артем Далакя! Континентал, Артем Далакя! Континентал, Артем Далакя! Континенталь, Артем Далакя! в месте Баку, но сейчас представляю Украину, где я живу. Не так много в этой вазе украинцев. Все-таки майже легкая ваговая категория. Flyweight, вага мухи. Лише три украинца заарестрованы в этом дивизионе. Ну и горячий один из них Александр Хрящук также представляет Union для синхронов. А у нас так швидко все распочинается уже. Провив жесткую атаку Далакян сам идет на удар у нас мексиканец Луис Мануэль Масиас Мартинес є Шульгою. Правосторонняя у него стійка. Лед Даняй до нее чудово готовый. Далакян знает что делать с Левшой. Как правило главный аргумент это удары справа против Левши удары на зустріч. Какой непоганый аргумент левый боковый через руку. Мы бачим он поделюсь на тем это невеличкая ваговая категория но вы слышите какие мощные удары от Далакяна проходят и можно понять почему у него такой чудовый коэффициент до строковых перемог. АПЛОДИСМЕНТЫ КОПИНТИ КОПИНТЫ КОПИНТЫ КОУНА turn void КОПИНТЫ Довые Дмитрий Елисеев. 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 Ну, нужно, может быть, отметить еще такие интересные качества Артема. Артем очень быстрый, даже для своего веса. Очень-очень быстрый боксер. Разнообразный. Он импровизирует во время боя. То есть выдовочный боксер. Ну и отец трех дочерей. Мы его и поздравляем. Кстати, у дочери было 1 апреля день рождения, но он не смог поехать поздравить. Но, тем не менее, проводил сбор, там еще заспиль. Ну и, до речи, а как вы решили проблему подбору партнеров? Я так понимаю, что не так легко в Украине найти боксеров в этой ваговой категории. Действительно, если в Мексике, мы смотрели, в этом весе практически 318 боксеров, очень много. У нас же очень, не только в Украине, очень сложно найти боксеров в Европе. Почему боксер приехал из Мексики? Потому что в Европе, с кем можно было, мы уже перебоксировали. Между собой Грещук и Далакян не нужно, я думаю, нам это абсолютно. У них разные ветви. Даже можно было категорию там есть, они очень близко. Но ребята не хотят, они очень себя прекрасно чувствуют в весе мухи. 50,80 килограмм. В Европе, поэтому мы не смогли найти достойного соперника. Мировая ассоциация ВБА никого не санкционировала. И поэтому мы попросили, сделали письмо, что нужно ли выбрать соперника из другого континента. Нам дали подтверждение. И Масси АСА подтвердила ассоциация. Так что все сегодняшние бои санкционированы Всемирной боксерской ассоциацией. Масси Ассоциации Масси Ассоциации Масси Ассоциации не будет защитана защита ну а до речи у нас був вопадок з Олександром Егоровым там також было рассечения и до конца третьего раунда бей разрешено удар был нанесен правильно судья остановил бой доктор поэтому как бы если бы бой был если бы неправильно был нанесен то могли бы техническая ничья или если бы доказали что неправильный удар то могло бы даже и другую сторону то есть такое дело но имеем то что имеем а так нагадаем Олександр Егоров через зупинку лікарем поединку перемег техничным нокаутом и защитил свой поезд дали бей континента да тем не менее меня встретил в переходе аргентинский боксер и попросил я хочу снова драться в Украине реванш я долго переводил как как это слово ну в принципе в принципе возможно потому что боксер очень интересный такими поступливой да возможно и дальнейшем будет такая возможность провести интерес но мы бачим знову свою швидкость демонстрирует далакян багато ударных комбинаций это очень точные удары акцентированные вошел в кураж такой Артем так мы тут полудились за двумя стрима далакяна не розумеешь почему ця ваговая категория так не популярна в Европе немного немного боксеров мужчин имеют такой вес поэтому сложно найти и как бы наша европейская раса я думаю она более менее крупная чем азиатская латиноамериканская поэтому как бы очень сложно найти боксеров меньше в Европе всех а в легких высотах будем выходить на другой уровень чемпиона мира и уже там завоевывать другие награды так но мы поделились с кем будет боксовать уже скоро чемпион з японии на послужный список другого номера рейтингу за версию WBA этого Тайца можно сказать что скорейше за все я полностью захистить свой титул то есть там мое 30 летний который провел 66 поединков 4 из них все проиграл достойно все таиландские боксеры они боксируют мы просматривали видео мы много раз хотели как бы сделать бой вот даже совсем недавно за временного чемпиона но это нельзя сделать потому что японец Казука Йоко вовремя отстаивает свои титулы если бы было какой-то период он бы не отстоял то есть в этот период мы бы могли претендовать на номер один то есть это сейчас WBA звание временного чемпиона мира и потом уже как бы ждать официальной защиты с чемпионом но он все вовремя отстаивание титула производит и поэтому очень сложно подобраться к нему но я думаю мы скажем с каждым нашим турниром на один шаг приближаемся чемпион к этому бою то проблема с тем что вы поехали в Японию не мало проблем абсолютно У нас есть опыты подготовки и часовые климат мы соблюдаем все режимы у нас есть своеобразная подготовка очень хорошо когда ты едешь боксировать в ту сторону то есть в Австралию в Японию очень сложно нам выступать когда мы выезжаем в Америку потому что когда там 11-10 часов ночи бой происходит у нас это 4-5 утра обычно наш организм очень сложно перестроиться а вот почему легче например тому же Масиасу сейчас боксировать потому что у них сейчас это минус 6 часов 7 часов поэтому у них день день тренировок как раз у них организм готов к этому в Японии нам будет легче боксировать чем бы мы поехали боксировать в Америку или в латинскую в Северную я это сейчас сейчас смотрю за действиями Артема Далекяна чем-то вспомнимал такого боксера достатньо известного который закончил свою карьеру Насим Хамед чем-то своими что-то есть в руках очень интересно очень пластичный но это можно только учиться начинающим боксером то что делает Артем конечно в ринге Это большой плюс и спасибо и первому тренеру, и тренерам, которые сейчас работают с ним в команде, у Минбокс-промоушенка, Андрей Синикуков и Валерий Николаевич, Черенков. Те тренеры, которые дают новое, новое, он все время прибавляет, так вот все, которое еще растет. Он не достиг своего совершенства в боксе, это очень важно. Так, ведь чего это улучшенный потенциал, и можно поддяковать тренером, что примут классичную школу. Вау, сейчас мы увидим. Примут классичную школу боксов, у Артема Золотяна есть такая своя родзинка. Не ожидал Масиас такого поворота событий, но можно сказать, что еще четвертая или третья фамилия Мартинес, она как бы звучная для боксеров из Мексики, Серджи Мартинес, Масиас Мартинес, но он почему-то считает, что Масиас это его основная фамилия. Величезная шлипкость, не встигает реагировать мексиканец. Все, что ему сейчас помогает, это стойкость. Закиньте. Все доброе. Закиньте. 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 Шостый раунд, швидко плывет час, втрачает равновагу, ничего страшного. Только подскользнулся, как с копытницей. Подключаются у нас оглядатели. Я думаю, это придаст уверенности Артем. Сейчас что-то нам покажет интересное. Пас на левый боковой, конечно, масса сбросает. Очень такая история. Тем не менее, Артема скорость преобладает все равно боксером из Микса. Так, почти за всеми якостями у меня перевага есть за тема. Так, так, так. Русский удар по кулаку, все тримая пока еще у Масиас. Старается левым, левым, сильным ударом зацепить Масиаса. Но для левши вот правый удар длинный такой в область печени, он тоже очень опасен. Но почему-то не использует его Артем. Хотя я знаю, что они его изучали и пробивали на тренировках. Так, но безопасно, потому что ты открываешь этот зустричный удар. Да, левый боковой постоянно бросает Масиас. Держит напряжение. Заходы вот такие, в боку очень эффектные. У Артема взагалі такая. Виткинка. Одним ударом за снизу икру. Мы видим, что Артем не только в атаках, но и в защите. За рахунок не икру... ...выходят. Удар! Удар! На передачах подбородок сейчас пострадали у мусиканского борсера... Внимательный Артем! Внимательный Артем! И здесь еще все! Все! Цейбин! Это победа! Поздравляю Артема Аглокяна и команду Union Boxing Promotion. Четвертый зафист для Аглокяна. Добро пожаловать в Дмитрию Дмитрию. 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 В цілому сьогодні ми з вами побачили 9 поєдинків. Усіх перемогу отримали представники Union Boxing Promotions. У нас також були хлопці з інших промоутерських компаній, як Мишико Беселі, також здобув перемогу. Добро пожаловать в Дмитрию Дмитрию. Ми вітаємо усіх глядачів, дадаємо вам сподобалося те, що ви побачили. Добро пожаловать в Дмитрию Дмитрию. Дякую. Дякую. Субтитры сделал DimaTorzok